Добрый день, дорогой Александр Геннадьевич! Ну что, мы потихонечку прогрессируем, пытаемся что-то такое для себя уяснить. Мы не виделись две недели, за это время произошло какое-то, по-моему, запредельное количество событий. Ну, конечно, там и Новый год, и вся эта суматоха вокруг этого, и ожидание чуда, и Рождество, которое там для западного мира – основа европейской цивилизации. И события в Казахстане, которые просто совершенно всех шибли с ног и показали до какой-то степени иллюзорно уверенность наша в том, что у нас есть, как мы живём, что нам принадлежит. И вся вот эта масса событий, которые обрушиваются на человека, и какие-то вехи, какие-то колдобины, которые, рытвины, которые, в общем, судьба прокладывает на привычном маршруте человеческой жизнью, они, вся эта штука, в общем, невозможно не думать, да, невозможно не задуматься над тем, что мы есть вообще, как мы живём, что за жизнь мы проживаем, да, до какой степени это наша жизнь, потому что все те события, которые мы, в которых мы увлечены, или в которых мы принимаем участие, они, конечно, далеко не случайны. И самое главное, наверное, для нас, это просто пытаться прожить нашу жизнь, несмотря на то, что нас окружает и во что мы увлечены. Как сложно это сделать, как сложно понять, что есть наш путь, как нам на всё реагировать, да, ведь мы можем реагировать по-разному, мы можем просто, так сказать, быть свидетелем, как, я не знаю, как мы смотрим какой-то фильм, там включается какая-то программа, там, экстренные новости, да, вот мы наблюдаем за этим, за всем, и вроде бы нас это совершенно не касается. Мы можем участвовать в своей жизни напрямую и действительно думать о том, что мы делаем, и что мы из себя представляем, и что мы после себя оставляем. Я думаю, что как раз сегодняшняя тема, вот эта структура личности человека, это как раз те ключи, которые нам помогут приблизиться к ответу на этот вопрос. Да, да, то есть есть люди, которые готовы к потрясениям жизни, есть люди, которые не готовы, то есть они не ждут таких событий, которые потрясают их ум, их чувства, они не ожидают каких-то серьёзных потерь от жизни, хотя видят, что это происходит с кем-то время от времени, и им кажется, они понимают это как просто несчастный случай, кому-то не повезло. Но когда в их семье случается что-то, что потрясает их, это может быть развод, это смерть родственника или болезнь какая-то, то есть сейчас пандемия, да, вот это потрясение было. Или события последние в Казахстане тоже потрясли сильно тех, кто оставался в городе, очень сильно, неожиданно это было, всё было нормально, понимаете, всё было нормально, обычно была жизнь, вдруг стреляют, убивают, и сотни тысяч людей бунтуют, и неизвестно, что ждать вообще, и никто не знает, что происходит, да, и кто виноват, вот такие события происходят. Как, например, если мы сталкиваемся с какой-то трагедией, мы, конечно, переживаем. С другой стороны, вот люди на войне, да, и каждый день кто-то умирает, погибает, и они к этому привыкают, и даже как бы закаляются, даже готовы к этому, да, вот в военных условиях уже другой как бы стиль мышления, другой как бы способ восприятия реальности, да, как бы другое измерение вообще жизни, да, где вот этот адреналин, да, вот эта опасность в шагу, там мины, не знаю, там перестрелки пулей шальные, вот взрывы там, кто-то на глазах, вот на части, да, вот распадается человек, и люди живут тоже там, тоже живут, любят, надеются, верят, ну, какая-то жизнь там происходит внутри. Это вот о потрясениях. И, конечно же, ну, человек гомо сапиенс разумный должен понимать, что рано или поздно потрясение коснётся любого из нас. Это как вот когда началась пандемия, да, вот были там какие-то ясновидцы, или кто-то это Ванга сказал раньше, не помню, но они сказали, что заболеет каждый, готовьтесь, то есть никому не удастся, да, то есть нужно вот так, так будет, так будет. И похоже на то, что вот так оно и происходит, что-то. Каждого касается человека. Каждого рано или поздно коснётся что-то такое, что потрясёт. Ну, смерть, понятно, не будем об этом говорить, но это тоже, да, факт, такой факт. И, собственно говоря, вот о чём мы говорим вот в этих наших передачах, о готовности. О готовности встретить любые трудности, да, и остаться как бы полноценной Личностью при этом. И более того, даже сверх полноценной Личностью можно стать, если мы преодолеем все препятствия, которые нам уготованы. Вот, вот, могущество, да, можем привести обыкновенную силу разума, силу чувств и духовное могущество. То есть испытания кого-то закаляют, да, кого-то, ну, разрушают. Вот кто-то готов, кто-то не готов. Вот зима на улице, но мы же не боимся. Мы подготовились. Мы подготовились, мы построили дома, мы там нашли дрова или там газ провели, или у нас там есть система отопления, целый город обеспечивается, или атомная электростанция, мы готовились к этому. Или теплое белье. И мы не боимся, не боимся. Представьте, сейчас этого ничего нет. Страшно будет, это жутко будет сейчас оказаться на улице, да, без этого. Без одежды, без домов, без отопления, без топлива. Гибель, верная гибель. Ну, кто выживет сейчас, да, в Сибири, скажем, до зимой. Но мы не боимся, потому что мы подготовились к этому. И вот как раз мы хотим поговорить, где же наша защита, внутренняя защита, да, от этих обстоятельств различных, которые вот судьба нам уготовила. Разные приятные, неприятные вещи. Где эта защита? Вот мы сегодня этого коснемся. Мы уже касались предмета пищи. Так, это древние, значит, ученые назвали энергией Анна-Майя. Даже есть выведенные термины, видите. То есть они структурировали, размышляли о жизни. То есть первое, что наша составляющая жизни – это пища. Вот ее нужно изучить. Мы немножко говорили об этом. В целом, чтобы напомнить, то пища не измеряется только энергетикой и внешним видом. Она измеряется качеством. Качеством. Энергетика, скажем, ну, бензин, энергетичный, ацетон. Очень много энергии. Там килокалории где-то есть, да. Но мы не пьем бензин. Мы не пьем ацетон. То есть дело не только в этом. Оказывается, нам предназначено определенное качество пищи. Качество пищи. И самое качественное наше составляющее тело, вот если взять наше физическое тело, что же самое ценное в этом теле – это кровь. Это жидкая жизненная сила называют еще. Даже в какой-то религии называют, что это душа в крови, да. Помните? Коширное, да. Мясо. Бескровное мясо. То есть кровь не должна быть, потому что кровь это представляется жизненной силой, с душой. Кровь нельзя есть, да. Это будет насилие, если мы забираем что-то жизнь, жизненную силу, жизнь. Но, тем не менее, кровь остается самой полезной субстанцией. Как? Пища. Ее состав имеется в виду. И именно ценность жизненной силы. Вопрос, как же взять эту кровь, да, использовать как пищу, не применяя насилия. Вот в чем разум человека. Это молоко. Молоко не что иное, как трансформированная кровь коровы, ну или матери тоже. Женщина кормит ребенка молоком. А что такое молоко? Кровь, проходя через грудные железы, трансформируется. Вот и формируется вот в такое вот вещество уже белого цвета. Качественно превосходит кровь. Почему? Насыщается материнской энергией любви и отдачи. Это то есть кровь, отданная добровольно из любви. Вот это качество ребенок пьет. На этом качестве развивается его человеческий интеллект от материнского молока. Это вот пример пищи. И древние мудрецы разделили пищу на пищу химса и ахимса. Вот в целом. То есть пища, которую мы принимаем через насилие, отнимает чью-то жизнь. И пища ахимса, что мы берем без насилия. И вот начинается наша жизнь с пищи ахимса. Мы как малые дети, младенцы пьем материнское молоко и любовь. Она еще при этом песни поет, отдавает свою кровь. Она радуется. Смотрите, это такой процесс, это целая наука. Я думаю, что она до определенной степени утрачена. Наука кормления молоком сегодня, ее нужно восстанавливать. Потому что это именно начало уже воспитания, формирования сознания человека. Вот это вот материнское молоко. Потом постепенно также мы передаем этого человека молоко коровы. Корова тоже считается мать, древние говорили. Потому что она продолжает этот самый процесс, эту связь дает, эту любовь. Кровь в форме любви, опять же, это коровье молоко. Я помню еще когда, давно, может быть, еще в Советском Союзе была попытка ученых создать искусственную корову. То есть при помощи химии мы можем наблюдать, как первый этап – пережевывание травы, потом проглатывание. Там изучается состав желудочной кислоты, потом трансформации другие, ферменты. Все это пронаблюдалось через кишечник. В конце концов должно пойти молоко. Так. Все. Химики проследили. Создали такую искусственную корову. Вот механизм перемалывает траву. Проглатывают. Там добавляются, впрыскиваются все необходимые кислоты, вещества в желудке коровы. Затем змеевик такой, там кишечник, еще раз там пережевывается, что-то еще. Потом вот эти вот искусственные молочные железы. И вытекает на выходе такая зеленая отвратительная жижа. Значит, никакого у вас ничего общего с молоком. Трансформации не произошло. И вот я вам сейчас скажу интересную вещь. Другой пример. Другой пример. Вы берете семечко. Там, не знаю, виноградную косточку берете. Или берете лимон семечко. Сажаете в землю. Поливаете его просто водой. Заметьте. Вы не поливаете лимонную семечку лимонной кислотой. Или яблочной кислотой яблока. Вырастает дерево. Так. И что же? Этот лимон дает вам лимон. Лимонная кислота. Откуда лимонная кислота? Такого механизма нет у нас. Нужно семечко. Видите? Живое семечко. Живое семечко. Трансформирует вашу воду, землю, воздух и солнечные лучи. Трансформирует в лимонную кислоту. Полезную для нас. Смотрите, дает. Фрукты получается. А семечко яблони дает? Яблоко. А семечко, скажем... А овощи дает? Овощи. Это морковка. Это морковка. Капуста. Это капуста. Расследили. Взяли все эти атомные структуры, молекулярные структуры. Это капуста. Это картошки. Это морковки. Выяснилось одно и то же. Практически разницы никакой нет. Ну, где-то там веточка углерода чуть-чуть или водорода добавляется. Ну, нет различий. Там сотни, знаете, тысячи всяких комбинаций. Полное совпадение. Один, два различия. Уже вам не капуста, а уже морковка. Понимаете? Вот как же это управлять так вот тонко природой? Да, вот это живое существо делает. Мы не видим ошибок в природе, чтобы из капусты морковка вдруг появилась. Ну, водород, ну, не вышел. Ну, морковка, ну, будьте довольны. Ну, тоже хорошо, верно же. Ну, вы сажали капусту, простите. Вы не ожидаете морковку. Ну, в природе так все точно, точно, точно. Смотрите, какой механизм потрясающий. Это живое существо, программа. Если хотите проверить, ну, создайте. Создайте вот. Вот семечко. Вы поливаете капусту у вас, да? Создайте такую микросхему маленькую. Посадите в землю, поливайте водой, чтобы вырос компьютер, там, Apple, например. Из земли просто, просто полив водой. Нет, видите, это сложно представить такую вещь. То есть живое существо синтезирует новые вещества. Вот какая интересная вещь. Алхимия, видите, происходит. Вот как? Из металла сделать золото. Старый вопрос. Всем очень интересно, алхимикам, потому что золото всем очень нужно. Металла полно, золота мало. Вот как его взять? И чисто теоретически возможно изменить там валенность, как-то там добавить какие-то, соединить какие-то элементы, да? И будет золото. Но как соединить? Вот вопрос. Как синтезировать эти вещи? Тут нужно управлять ядерной энергией, видите? Ну а ядерной энергией кто может управлять? Это будет неконтролируемая реакция, мы не знаем, что с ней делать. Тут всё разрушено будет, правда же? Но та же самая ядерная энергия в природе под полным контролем. Смотрите, через семя мы получаем всё необходимое. Но это, можно сказать, наш труд, взаимодействие с этим семьями. Земля, видите, мы изучаем, у нас развивается разум, взаимоотношения. Итак, ум трансформирует материальные элементы. Это живое существо, это происходит в связи с умом. Это понятная вещь любому психологу, что если вы испытали истук в уме, то у вас адреналин в крови тут же появится. Мгновенно сформируется новое вещество. Его не было. Откуда? Синтез происходит. Кто это синтезирует? Ну вот, ум. Ум так умеет делать. Он связан, тонкий ум, ваше мышление, как бы нематериально, но оно связано с материей. Оно как бы управляет материей. Фактически наше здоровье физическое напрямую связано с функцией ума, мышления. Ум описывается в древних Пуранах. Нужно создать такой, вот путём воспитания, самообразования, такой, чтобы он был подобен огню. Если в огонь вы бросаете мусор, огонь сжигает мусор и остаётся чистым полностью. Вы не сможете его осквернить мусором. Вот это позитивный ум называется. Вот это сила ума. И вот если вы обретаете такой ум, вы готовы встречать любые препятствия в жизни. То есть правильно понять. Не просто вы как бы защищены тупо, что просто не чувствуете. Нет, вы всё чувствуете. Просто чувствуете ещё выше, чем факты, которые вы видите. Вы понимаете причины того, что происходит. И вот если вы понимаете причины того, что происходит, можете почувствовать в себе полное равновесие внутри, что всё происходит правильно, оказывается. И пандемия правильно происходит. И когда войны происходят, это тоже не беспричинно. И вот когда мы знаем причину, мы можем устранять все эти плохие явления. Мы можем, наконец, управлять этим миром. Как? Сначала нужно управлять, научиться своим умом, эмоциями, словами. Позитивность, мудрость, счастье обрести. И вот тогда человек должен управлять миром. Никогда он зол, никогда он хочет кому-то отомстить. Управлять такие люди не должны. Должны люди управлять умиротворёнными, миротворцами. То есть вот это знание. Сначала анна-май, сначала пища. Как брать кровь коровы, не убивая её? Нужно научиться этому. Пища химса, а химса, вернее. Отказаться от насилия. Второе — это здоровье, прана. Прана, здоровье — это способность к обмену веществ. Способность к обмену веществ. С кем вы любите обмениваться словами, мыслями? Кого любите особенно, правда же? Вот и весь обмен веществ. Очень просто. И также в нашем теле обмен веществ устроен точно так же. Вы должны уметь любить жизнь, любить воздух, любить пространство, любить землю, любить ту самую корову, которая вам даёт молоко, любить мать, любить людей. И у вас будет нормальный обмен веществ, понимаете? Потому что у вас будет обмен мыслями, обмен речи. И у вас будет жизненная сила активна, радостна. Активна — это радостна, пробуждённа. Вот эта радость создаёт нам также физический обмен веществ необходимый. Я понимаю, что… Я сейчас говорю как бы несколько, ну как, несколько теоретически, мы сейчас как бы формулами говорим, что в жизни, может быть, сочетаться у нас с вами и какие-то уже недостатки, которые у нас есть уже, да, скажем. Я не могу думать позитивно, допустим. Вы говорите позитивно, хорошо, я согласен, но я-то не могу. Куда мне вот эти мысли, да? Вот у меня депрессия, да, я вот расстроен, у меня потерял что-то уже сейчас, у меня удар получился в жизни. Я не способен, да, вот сейчас делать то, что вы говорите. Я это понимаю. Пока мы об этих вещах не говорим, да, извиняюсь, пока вот мы опускаем вот эти вот аномалии, в которых мы живём постоянно, пока мы говорим о классике, да, о принципе. Я уверен, что если вы поймёте принцип, вы его начнёте применять в жизни и научите своих детей этому принципу. И постепенно, постепенно мы с вами встанем на ноги, как цивилизация. То есть я абсолютно уверен, что это знание очень могущественное, потому что, собственно, ну на опыте. Я уже что-то так же применяю не один год, то есть я уже что-то как бы знаю в этом направлении. Начинается с пищи, потом прана, прана, прана майя, это наше здоровье. Пища, значит, в обществе отражается как экономическая система обеспечения, прана отражается как здравоохранение в обществе есть и армия, которая защищает, значит, безопасность нашего общества, правоохранительные органы, это прана майя называется, здоровье всего государства, общества и так далее, защита. И к чему это всё идёт? Если мы усвоили вот это счастье на уровне анна майя и прана майя, мы готовы подняться на очень серьёзную ступень могущества. Это мана майя, это счастье, исходящее из собственного ума. То есть вам не нужно уже зависеть от пищи или даже от здоровья, которое можно потерять со временем, состариться, ну мало ли что, да, все болеют люди. Сейчас у нас вот такой век, что каждый болеет. Одна-две неизлечимые болезни почти у каждого человека есть, по факту, да. Это наше время. И тем не менее, если вы поднимаетесь на уровень мана майя, энергии, мысли, если вы можете, да, поднять своё сознание и жить на уровне вот мысли, вы будете независимы от этих обстоятельств, будете счастливы. То есть здоровье определяется уже здесь мыслями, умом. И вот тут мы хотели как бы не спеша пойти. Тут не нужно спешить, да. Давайте мы сейчас с вами немножко рассмотрим структуру Личности. Начнём, вернее. Сегодня мы её до конца не рассмотрим. Но начнём. Начнём, вот. И ещё, наверное, выделим время потом на вопросы ещё отдельно, да, потому что нужно будет убедиться, насколько мы вот это всё перевариваем, успеваем переваривать. Значит, начнём с того, что Личность, которую мы видим с вами, глазами, воспринимаем ушами или обонянием. Это тело. Вот. Перед вами вот это тело, допустим. Я вижу тоже, вот, Юля. Да, вот я вижу, вот, Личность. Да. Как я вижу? Глазами, ушами, слышу. Вот есть речь. Это факт. Тут неоспоримо. Тут не нужно, да, на чём-то рассуждать. Так это или не так. Это факт перед глазами. Я воспринимаю вас как тело, наделённое чувствами. То есть вы же реагируете, вы действуете, реагируете. Действуете, я реагирую, я действую, вы реагируете. Да? То есть у нас есть органы восприятия и органы как бы ответа. Я вас слышу, потом отвечаю, вы слушаете. Вот так мы с вами общаемся, так? Восприятие, ответ. И для этого есть органы. Я использую уши, зрение, глаза, вкус, обоняние, касание. Это пять, да? Сосчитали, верно? Пять. Зрение, слух, обоняние, вкус, касание. Верно? Вот пять органов восприятия. Эта информация, которая проникает через эти органы чувств, меня, постоянно, да, замечаете, всегда мы открыты к информации. Если мы не спим, в этот мир мы воспринимаем, ежесекундная информация идёт на то, куда? В ум. Вот этот ум, который называется манас. Мана мы говорили, мана майя, энергия ума, который питается вот этой вот информацией, звуковой, зрительной, обонятельной, связательной, он получает новые-новые ощущения. Вот он их должен принимать и оценить. Он руководит деятельностью чувств. Как? Смотрите, несложная картина, несложная. Очевидная. Приятное принимает, хорошо говорит. Неприятное, говорит, плохо. Всё. Вот это основные две функции ума. При этом он не знает, насколько это хорошо или насколько это плохо. Алкоголь приятен, как форма опьянения, но не полезен. Можно стать алкоголиком. Смотрите, вот это есть проблема ума. Ум примет и наркотик, героин, ЛСД, кокаин, потому что приятно. Приятные эмоции, галлюцинации, я не знаю, много всяких ощущений, мир становится очень разнообразным под влиянием наркотиков. Так мне говорил один человек, что вот именно это, после наркотика этот мир становится мёртвым, скучным. Вот, говорит, в чём проблема. Вот почему так трудно потом отказаться от этих наркотиков. Там переживаешь что-то, а здесь нечего переживать. В сравнении. И ум принимает, и мы видим, что вот эта сила ума такова, что человек-наркоман не способен более отказаться, бросить эту привычку, даже когда погибает. Даже по страхам смерти он не может, потому что сила ума, видите, какая гигантская, оказывается. Я попал в плен. Я один раз и два попробовал что-то, теперь невозможно. А сколько людей нашей стране и в мире, которые не могут бросить курить, хотя именно хотят это сделать. Возможно, у них уже с лёгкими проблема, возможно, просто не хотят начать какую-то новую жизнь, более здоровую, и не могут это сделать. И куда они обращаются? Обычно идут гипноз какой-то, внушение. Или зашиваются, страх какой-то, но даже это слабо помогает. То есть работают с умом, либо напугать, либо какую-то программу новую заложить. И тоже на какое-то время помогает, снова потом возвращается. Один человек сказал, я не курю уже 20 лет. Я говорю, ну и как? Говорит, каждый день думаю об этом. Видите, какая сила ума? Вот вроде бы 20 лет прошло уже, и у меня достаточно воли справиться, а в уме я продолжаю курить. Как два монаха там идут в путешествии, и река на пути. И там брод, но река такая, знаете, стремительная, и там женщина молодая боится перейти одна в брод, вот, маленькая такая, знаете, а тут два таких крупных монаха, сильных. Ну, один подумал, я же монах, я не могу касаться женщины, я не замечу, пройду и всё. Я монах. А другой посмотрел, подумал, ну как же я брошу человека-то? Ну, женщина, ну и что? Ну, взял на руки, перенёс. Перенёс, поставил на землю аккуратно, да и пошёл себе. Пошли они дальше. Прошли они километр, другой. Этот первый монах, который прошёл мимо, сказал, ну, слушай, я вот всё-таки, объясни мне, я всё-таки не понимаю, ну как же ты мог? Ну, ты же монах, ну, как ты коснулся женщины? А тот второй ему говорит, ты знаешь, вот я, говорит, её через реку перенёс и там оставил, а ты её уже вот три километра несёшь в уме. Вот, это сила ума, видите? О чём мы думаем? Вот нас вот обидел, и мы потом целый день ходим и мстим ему в уме, понимаете? Вот, 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 вот давайте попробуем, скоро такая техника у нас будет, ну, я, может быть, шучу, но я думаю, может быть такая техника. Уже почти что есть такие разработки, когда ваш ум подключается к видеоизображению и будем передавать все ваши мысли, все ваши впечатления прямо в интернет. Согласитесь? Скажите, ну, нет, 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 только не это. Вот это давайте я при себе оставлю. Не надо озвучивать и показывать все мои мысли. Нет, нет, это слишком будет. И так ум воспринимает все эти вот, все эти, эту информацию и выбирает. И если, смотрите, если так случается, что вы одновременно видите красивый образ глазами, сопровождаешься с запахами очаровательными, воображительными, которые также приятно касаться, то есть все, когда органы чувств чувствуют приятное и все принимается, у вас в нем возникает некое влюбленное состояние, это уже ум создает. Синтезируя вот этот вот набор чувств, красивая, молодая, запахи, улыбки и вот эти вот вещи, и у нас создается вот это впечатление в уме, называется влюбленность. Когда одновременно это совпадает, очень большой риск, что вы сильно привяжетесь к этому объекту. Все, просто. Однако разум остается, смотрите, не занятым. И вы можете даже забыть, а вдруг эта женщина уже замужем, вы даже не думаете, просто нравится и всё. Если вам нравится очень эта женщина, вы снимаете кольцо там где-то так незаметно, понимаете, вы забываете, что вы женаты, вы не хотите думать об этом. И она делает то же самое, если вы ей нравитесь, понимаете, вы начинаете переходить эти границы. Это делает ум, он такой сильный. Сейчас много таких примеров у нас. Да, наш брак стал сейчас слабее. Почему? Сильный ум становится и слабый разум. Ну хорошо, я объясню ещё раз. Вот разница между разумом и умом. Разум, разум, он тоже различает, как и ум, но другое. Последствия. Вот это ты сейчас делаешь, а вот это потом будет. Да? Ты начинаешь с алкоголя, посмотри, ты можешь стать алкоголиком. Ты уже принимаешь, хочешь наркотик, а посмотри, вот что может быть вследствие. Это разум. И разум может сказать, делай это, даже если тебе неприятно, потому что это полезно. Делай зарядку, иди бегай, иди обливайся холодной водой, иди принимай лекарство, горькое, даже если тебе не нравится. Это полезно, это разум, видите, он выше чувств, выше ума. И вопрос, кто сильнее у нас внутри? Вот, собаки эти грызутся, да, у нас внутри, у нас есть борьба, да? Ум, разум, ум, разум. Приятно, но вредно. Неприятно, но полезно. И вот мы с вами вот-вот находимся в такой драматической ситуации, мы люди, да, мы начинаем вот конфликтовать с собой, с другими, мы вот, драму жизни, разыгрывается драма жизни. Конфликт внутри называется, битва в душе. Ещё одна иллюстрация, чтобы было ясно, про разум и ум. Вы идёте по улице. Летом город, полно красивых людей, и вдруг вы видите такую женщину, которую раньше никогда не видели. Такая красивая. И возраст, и всё на свете, и она даже как будто на вас немножко посмотрела. Ну вообще, 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 вообще. И вы, и ум вам говорит, это глаз воспринимает, так? Запах воспринимает. Может быть, это была весна ещё, плюс какая-то хорошая погода солнечная, всё это для чувств сыграло свою роль. Может быть, ещё какая-то музыка где-то в отдалении на улице тоже романтическо зазвучала. Всё это соединилось, даже не заметили. И вы почувствовали что-то к этой Личности. И ум вам говорит, ну подойди, ноги же есть, подойди поближе, ну заговори. Может что-то спросить там о погоде, ну сколько время, ну как вас зовут, ну попытайся. А разум тут же говорит, ты что, ты что спятил что ли? У тебя же рядом жена стоит, куда ты пошёл? Видите, и вы можете, и вы себя контролируете. Кто? Жена. Вы себя не можете, жена может контролировать. Вот для чего нужна жена, видите, для контроля. Когда вы себя не можете контролировать, вы должны жениться, говорите. А видите, цель — контроль. Не наслаждение и чувство, а цель совсем другая — контроль. Также женщина без мужа, она себя не будет контролировать. Если она не замужняя, она не сможет себя контролировать. Муж нужен. Это вот равенство между умом и разумом. Ум говорит, делай, разум говорит, подожди. Но если никто не видит, ум говорит, но если никто не видит, хорошо, разум соглашается, слабый разум. Потому что на самом деле не бывает такого, чтобы никто не видел. Знаете, что говорят мудрые люди? Даже трудно мне это повторять, но я скажу. Специально вот для этого эфира скажу. Только никому, только не рассказывайте, хорошо. Когда вы что-то делаете, вас видит воздух, солнечный свет, лунный свет и Бог в сердце каждого живого существа. То есть без свидетелей ничего невозможно сделать. Всегда есть свидетели вашего поступка. Или, как говорил Иисус, ничто не будет тайным. То есть всё, что тайно, станет явным. Обязательно. Всё, что вы скрываете, обязательно проявится. И не только таким образом, но и через ваш характер. Известно, что человек, который скрывает какие-то вещи, у него меняется характер. Тонкие психологи могут это понять. Как к Азопу пришёл один человек, воин, его перевели к Санфу, этот философ греческий. А Азопу у него тогда был в рабстве. И, собственно, всю мудрость он от Азопа брал и торговал этой мудростью. И однажды его ученики с улицы перевели к Санфу вот этого воина и сказали, вот, необычный человек, его ничто не может вывести из себя и расстроить. Вообще ничего. Вообще ничего. Мы с ним только что говорили. Он абсолютно равнодушен к любым потрясениям, к любым событиям. Абсолютно отстранён от всего. Вот таких людей мы в перерасте тебе привели философа в разберии с ним. И Ксанф не мог понять, что это за личность. Позвал Азопа. Азопа посмотрел и сказал, вот, если тебя отсекут руку, ты расстроишься? Этот воин сказал, нет, я не расстроюсь. Так. А если ты заболеешь серьёзно, тебя-то расстроит? Нет, нет, не расстроит. И какие бы вещи он такие не говорил, воин отвечал из глубины сердца, что его это на самом деле не расстроит. И тогда Азоп сказал, этот человек безнадёжно влюблён. Вот состояние ума, видите. Влюблённый человек, смотрите. Огромная сила ума. Вот она самая большая сила. Только мы должны ещё с вами разобраться, что же такое любовь. Это я позже, не в этой встрече, я позже буду говорить, что есть семь разновидностей любви, уровней любви. Это отдельная тема будет. Мы также с вами коснёмся этой структуры личности относительно мужчины и женщины, их отношений, потому что они немножко по-разному устроены. Сегодня мы говорим принцип «есть чувства». Так, вы помните, пять чувств. Информация поступает в ум. Ум выбирает что-то приятное или организовывает приятное на празднике, чтобы всё было приятно, чтобы мы чувствовали счастье в новом году. Да, всё нужно же приятно сделать. И интерьер красивый, и духи использовать, и пир приготовить, и гостей дорогих пригласить. То есть всё для глаз, для ушей, для сезания, для обоняния нужно всё сделать. Праздник, и в уме возникает уверенность, что всё будет хорошо, будем счастливы. Это делается для того, чтобы ум это вот почувствовал, да, вот эту вот настоящую радость Нового года. Ну, а наутро мы видим, что всё обычно стало, когда вот всё этот разгром, там кто-то под столом лежит, кто-то на столе, там, не знаю, там по-всякому, мы видим, что ничего не произошло. Это, ну, просто в уме вот была такая эйфория. Да, будем счастливы в 2022 году, мы говорим, уже 2000, уже 2021 год мы не были счастливы, но в этом году точно будем счастливы, мы уверены, это ум. Давайте обратимся к разуму. Реально, да, нам нужно реально план построить, не просто вот создать такую вот, красивую картину в уме, приятную, а реально построить план к счастью уже в этом году или вот в этот день уже, когда мы проснулись и начали новый день, да, не откладывая на следующий год или не ожидая какого-то счастья ниоткуда, а реально вот шагами прийти к тому, что мы хотим глубоко в своём сердце. Здесь необходим именно рассудок. Помните у Гоголя мёртвые души? Там есть такой, Манилов, да? И он со своей женой разговаривает там, где-то у себя в деревне, он говорит, а что, душечка, не построят ли нам мост отсюда, прямо до Санкт-Петербурга? Вот так они мечтают и тоже хорошо время проводят. Но если вы хотите мост построить, вы должны стать инженером, вы должны изучить сапрамат, вы должны изучить науки, и вы можете построить мост тогда. Реально? Так? Это разум. Это разум. То есть жизнь-то строится на разуме. Ум нас обманывает. Ко мне подходили иногда пары и говорят, вот, хотим пожениться, дайте нам благословение. Но я-то вижу, что оно не всё так гладко, не всё так красиво, как им кажется. И однажды пришли один молодой человек и с невестой, которая в два раза старше его, влюбились. Влюбились, говорят, вот, хотим быть вместе. Я посмотрел на них, говорю, ну, может быть, не торопитесь, может быть, ещё пообщайтесь, нужно ещё узнать друг друга. И когда он почувствовал, что я вот как бы так мягко отказываю как будто бы в этом решении, что я так мягко немножко не согласен и против, он на меня посмотрел таким взглядом и сказал так, что я больше ничего не мог говорить. Он сказал, если вы нам запретите, я выброшусь сейчас из этого окна. Это сила чувства ума. Я понял, что там было очень сильное чувство. Я сказал, хорошо, ну, давайте пока вот формально не будем регистрироваться, да, то есть я не против, но так. Интересно, что прямо через месяц он пришёл ко мне и сказал, а она дура. Давайте представить, такая трансформация. И таких примеров очень много, да, очень много, что от любви до ненависти и шаг один, один шаг. Вот сколько семей, да? Моя тётя, она один раз замуж вышла, больше никогда, больше никогда замуж не выходила. Я просто помню эту трагедию, что её муж обозвал её последними словами, когда выходил. А ведь как любили, я помню, я был маленьким ещё до школы, и вдруг все наши родственники собрались в гости. В гости к моей няне, от моей тёти, вот, к которой я разговариваю. Я так её люблю до сих пор, она ещё жива где-то. Она была всегда молодая, красивая, она была весёлая, знаете, с ней всегда было весело, мы всегда ждали её, она играла на гитаре на семиструнной, ой, было что-то вообще. Игры всякие придумывала. Я её назвал няня моя, она так по жизни моя няня. И вот, говорит, мы едем к няне. О, я обрадовался, мы там ехали до этого посёлка, несколько часов на автобусе, и я такого не видел, такой картины, знаете. Мы вышли из автобуса, прошли немного, и вдруг я смотрю, там няня идёт. Не идёт, а даже плывёт, летит навстречу. Такое, какое-то такое платье из света солнечного, знаете, она вся сияет, она вот такая вся счастливая, никогда такого в жизни не видел. Она меня берёт на руки, раскручивает, я тоже вот это счастье чувствую, и я говорю, а что, вот что, расскажи, расскажи, почему ты такая вот красивая, почему такая счастливая? Расскажи. Она говорит, я выхожу замуж. И я тут же сказал, я тоже хочу замуж. Меня, конечно, обсмеяли там, ну что, ребёнок ничего не понимает, но я поддался этому чувству счастья. Замуж-то что-то хорошо же, правильно? Но это такое счастье выйти замуж, посмотрите. Реально. Я не буду рассказывать эту трагедию, это была настоящая трагедия. С тех пор моя няня никогда больше замуж не выходила. Это была такая трагедия, которая разрушила все самые светлые её мечты в жизни. Вот так может жизнь построиться. А кто обманывает нас? Ум и чувства. Поэтому обычно в древности, вот в этой архаичной древности, в этой вот отсталой древности были мудрые люди. Они говорили, что эти отношения строятся в присутствии старших всегда. Старшие должны принимать участие в этих браках, в организации, да в свадьбах. Это серьёзная вещь. Ну вот я как-нибудь коснёмся этой темы, да? Что ж такое вот создание брака настоящего? Это очень ценно, важно для общества людей иметь вот эту защиту, да, в браке. Ну вот как быть такими спутниками, близкими, дорогими на всю жизнь. И чем заканчивается брак, тоже нужно знать. Это ещё не цель. Брак это лишь, вот мы плывём в одной лодке, а вот куда плывём ещё нужно знать, ещё нужно понимать. Такие вещи. То есть у нас должно быть династии восстановиться в России, в мире. Династии, которые были когда-то. Утрачены сегодня. Вот о чём речь идёт управлению умом и чувствами. Разум может руководить, разум может ограничить даже нас в чём-то, да? Сказать «стоп!», запрет наложить. Нельзя так делать, нельзя плохие слова говорить, нельзя этому людям вредить, нельзя себе вредить тоже. Да? Разум. Для этого нужны знания. чтобы разум имел силу, он силу получает от священных знаний. Другого источника нет. Мы называем сегодня это заповеди. Это для разума. Ум говорит, ну, знаете, возлюбив врага своего, ну, не всякого врага, знаете. Но если он первый, конечно, изменится, я тоже готов. Ну, у нас много всяких предпосылок в уме возникает, да? Это ум. А кто мой ближний, возлюбив ближнего? Так спрашивали Иисус. А кто такой мой ближний? Он объяснял, другую притчу рассказывал, чтобы было понятно, о чём речь идёт. Но так или иначе, все эти вот явления священные, это для разума человека даётся. Пробудить его разум в благости. Нет, это эгоистичный разум, который служит чувствам и уму, порабощается сам и теряет человеческий разум, а разум света. Который можно на самом деле вот отдавать, любить, заботиться, сострадать, прощать. Об этом все говорят в Священном Писании. Вот этот разум утрачивается сегодня. Поэтому мы говорим опять о структуре Личности. Давайте научный подъём к этому вопросу. Почему же всё-таки прощать лучше, чем не прощать? Почему же лучше любить, чем ненавидеть? И как любить? И почему есть ненависть? Почему эта двойственность есть? Это нам нужно всё изучить, вот в наших передачах. У нас же институт, институт счастья, так я понимаю, нам нужна наука, наука, не просто вера. Если даже мы о Боге заговорим, будем говорить научно об этом, это будет не просто какая-то вера, какая-то установка для зомбирования людей. Нет, мы должны всё это объяснить, рассказать, на фактах показать, на пальцах сосчитать, понимаете? И пережить. Главное мы должны это пережить сами. И пережить сами, да, в конечном итоге. Вот сегодня мы с вами добрались немножко до разума. Видите, мы про чувства сказали, они вот такие, они вот притягиваются к объектам чувств, сами, они вот расползаются, выбирают там какие-то привлекательные вещи, посылают в ум, ум распоряжается, он силой принимает то, что ему приятно, силой отвергает то, что ему неприятно, не хочет, уходи отсюда или иди сюда. И есть разум ещё, разум, который определяет будущее человека, при помощи которого он видит три аспекта времени, прошлое, настоящее, будущее, видит связи между ними. Оказывается, наше будущее зависит от настоящего нашего поведения. А настоящее наше поведение зависит от наших прошлых поступков. Это уже наука разума. Но об этом поговорим в следующий раз. Я думаю, информации сегодня уже достаточно. Мы во всяком случае разобрали, что есть чувства, ум и разум. И разум должен быть сильнее. Иерархия идёт вверх, значит, сильнее должен быть руководить умом и чувствами. И для того, чтобы обладать такой силой, он должен знать священные заповеди, разобраться научно в этом, чтобы иметь такую уверенность в этом и силу. Тогда он обретёт свою мощь управлять умом даже. и вера — это основа разума. Вера — это основа разума. Чтобы нам прийти к какой-то вере сегодня, мы должны научно подходить к любому вопросу. Мы — современные люди. Просто слепая вера утрачивает. То есть человека обесценивают до какой-то степени. Слепая вера неполноценна. Вот таким образом мы построим наши беседы. Друзья, у нас ещё есть время для каких-то вопросов, если вам что-то… Так, Если всегда об этом думать, что потрясение обязательно случится, можно сойти с ума. Как к этому подготовиться? Вот так, совершенно верно, совершенно верно. Если мы не готовы, то сойдём с ума. Совершенно верно. Вот зима у меня ни дома, ни топлива, ни денег, ни одежды. Конечно, я сойду с ума. Я буду сильно страдать, безусловно. Но если вы готовы, вы не сойдёте с ума. Да, да, об этом и говорим. Об этом и говорим. Я скажу одну вещь, написанную в Бхагавадгите, которая меня сильно, ну как сказать, защищает. Защищала вот все эти годы, когда я прочитал её впервые. говорит, сипор я не могу забыть это утверждение. Там написано, друг мой, вот такое обращение, друг мой, зло никогда не долеет того, кто творит добро. Нужно просто разобраться, что такое добро, а что такое зло. Это добро и защитит нас. Мы готовы к жизни именно в добродетели, как люди. Добрый доброго не боится, добрый доброго не обманет, не навредит. Видите, это защита. Защита — это не что, как наша глубокая доброта. Но, да, опять же, но как это культивировать, это отдельный разговор. Как выйти из программы ума? Из программы ума, вот мы приводили пример, скажем, наркотика, да, это вкус. Почему, да? Трудно отказаться, вкус там есть свой. Так вот, когда вы испытаете более высокий вкус, вы забудете про наркотик. Вот так мы побеждаем как бы вот привычки ума. Не думайте, что сигарета — это высший вкус, или спиртной — это высший вкус, или наркотик — это высший вкус, или даже сексуальное отношение — это высший вкус. Нет, есть выше. И вот когда вы испытаете этот вкус выше, вы станете уже устойчивым к этим вкусам. Как преодолевается влияние чувства, о которых вы говорите? Как умиротворить ум? Да, сразу много вопросов «как?» Да, как обычно. Да, нужно дать практически какие-то советы, верно же? Каким же образом всё-таки это сделать на практике? Умиротворить ум, чувства, хорошо, хорошо. Две вещи мы сейчас скажем. Первое — это должны быть ограничительные принципы. Я должен знать, что мне плохо делать для меня, для моей жизни. То есть первая практика — это запрещающие принципы, вторая практика — это то, что я должен делать лучше. Сегодня я об этом опять же подробно не говорю. Пока мы изучаем, пока мы ещё изучаем структуру Личности, практические задания у нас будут, несомненно. Но две вещи — что-то для чувств нужно запретить. Что это? Это какие-то опасные вещи. Например, конечно же, запретить нужно принимать интоксикации. Нет, безусловно. Это первое. Второе — разобраться с пищей, какую-то пищу тоже запретить себе, скажем, пищу химса, если вы хотите продвигаться, если вот такой вопрос отвечать. То же самое — отказаться от насильственной пищи. Это и есть запреты. От незаконных вещей, таких, скажем, сожиданности с чужой женой или совершения убийств каких-нибудь, или грабежей, воровства. Понятно. Нужно от этого воздерживаться. Вот какие-то правила ввести. Строгие. И нужно подниматься рано утром для того, чтобы заниматься медитацией, возвышение ума, мысли, чтобы вы получали ну как бы вкус более высокий, чем получали ранее, да, от каких-то вещей привычных. От тоже чая, или кофе, или алкоголя, или от мисоедения. Тоже люди вкус получают. Но нам нужно возвысить мысль выше, ум, чтобы эти вкусы превзойти. Так вы сможете естественно отказаться, да, без каких-то вот последствий неудовлетворённости, скажем, или там даже болезни, да, говорят, что воздерживаешься, а потом болеешь, потому что думаешь, хочешь, и запрещаешь себе искусственно. И вот никакой искусственности. Если вы добавляете в свою жизнь именно эти духовные ценности, тогда это, естественно, произойдёт. например, вы готовите рис в молоке. И если вы туда добавите сахар, всё блюдо станет очень вкусным. Сразу же, автоматически, всё блюдо. Без сахара не будет вкусно. Там есть рис, есть молоко, но вкус главный-то должен быть сахар. Сейчас мы будем думать с вами, какой сахар добавить в нашу жизнь, вот, чтобы вся наша жизнь стала сладкой, вкусной, вот этот высший вкус. Вот об этом речь идёт. Это исходит, как мы сказали, из ума, из способности мыслить, осмысливать высокие вещи, да, осознавать их. Поэтому говорится, вот, то, что огрубляет наши чувства, и ум, нужно отказаться, отбросить, огрубляет алкоголь, огрубляет. Мисследование огрубляет. Ложь огрубляет. Насилие огрубляет. Отказываемся, делаем тоньше наше восприятие. Читаем книги, изучаем, размышляем, общаемся, практикуем какие-то духовные вещи, пробуждаем как бы свои лучшие качества изнутри, которые спят. Заметили, что они спят, хорошие качества? Мы не знаем, куда их применить, мы не во всё верим, не всем доверяем, не всем доверяем свою жизнь. Вот в чём дело. Мы при себе держим все эти ценности и в конце концов даже забываем про то, что у меня эти ценности есть. Вот таким образом, но пока это в общих чертах. всё время страх, что умру. Как быть? Это понятно, что мы умрём. Да, да. Но вы должны знать, умрут все, а не только вы. Абсолютно все. у меня мама вот умерла два года назад. Она мне тоже говорила, я скоро умру. А мне-то жаль её. Жаль, что она умрёт. Но я понимаю, что она умрёт. У неё уже возраст, она болеет. Понятно, что она уже вот скоро умрёт. Я вижу, что она вот печалится, смотря на меня. Я говорю, мама, ну я тоже умру, и все умрут. Ей легче стало. Знаете, откуда-то я узнал. Когда я был молодым, был случай, что 19-летняя девушка от рака умирала. И меня попросили ей помочь как-то, воодушевить её, позаботиться о ней. Но все знали, и она знала, что она умрёт. Уже скоро. Там буквально месяц оставался жизни. Так и случилось. И вот представьте, я молодой человек, ещё неопытный. У меня на руках ещё никто никогда не умирал. Мне самому страшно, понимаете. Я не знаю, что говорить. Я пришёл к ней, желаю помочь. Красивая, молодая, тем более ещё, знаете, впечатляет всё это. Жалко. И она мне давай рассказывать. И она мне в конце концов сказала, что оказывается, я пыталась понять, откуда этот страх у меня, вот этот вот протест сильный, да, ну как можно умереть в 19 лет, простите. Вернее, было 21 год. Это девушка. Ну, не разница. Нет. И у неё было много сопротивления, было много внутри вот этой боли, несправедливости, по отношению к ней, почему у неё такая жизнь. И она сказала, что меня больше всего задевало то, что остальные-то живут. Вот, говорит, в чём была моя боль. Я, говорит, нашла её причину. Но, говорит, когда я поняла, что это иллюзия, о чём я думаю, все они тоже умрут всё время, я, говорит, освободилась от этой проблемы. Абсолютно каждый человек умрёт, поймите. Примите. Вопрос, как подготовиться к смерти? Да, это вопрос. И мы поговорим. Мы идём сейчас эти чувства, ум, разум. Ещё выше есть само сознание. И вот это само сознание, оно не умирает никогда. Тело умирает. Ваш дух или сознание, Личность никогда не умирает. Наджайты, Амриаты, Авокадо, Чин. Это древние тексты говорят, подтверждается всеми священными текстами мира, что дух бессмертен. И вы есть вот этот самый дух. Вы не это тело смертное. Вот почему вы боитесь смерти, потому что вам это не свойственно. Вам даже, вы даже представите, смертите свою смерть? Это говорится в древних ведах, что ты никогда не увидишь свою смерть. Ты сам. То есть со стороны, можно сказать, человек умер, да? Да, эти эксперименты могут, да, о реинкарнации тоже люди помнят, реинкарнации, то есть столько есть сведений на этот счёт. Я тоже написал книгу о реинкарнации, о карме, немножко с другой точки зрения. Реинкарнация, смена тела происходит каждую секунду, через обмен веществ. Каждую секунду тело меняется, понимаете? Но нам же конец не наступает. Я был младенцем, а сейчас я старик, но конца не наступило, тело меняется. Я как личный, смотрите, тот же самый в этом теле. Тело, которое меняется, вот оно было мальчишкой. А где оно сейчас? Его нет. Обмен веществ, поток. Его нет. Это тело другое стало. А я-то, личность, даже со мной всё это было, не с кем-то другим. Я неизменен, смотрите, я в течение таких перемен не меняюсь. Вот точно так же, когда вы оставляете тело, вы оставитесь неизменным. Вы просто меняете одежду, состарилось, сбрасываете, одеваете новую одежду. Вы родитесь снова. Вот вопрос, где вы родитесь? Вот это нужно знать. Вот это нужно понять, куда вы идёте. из этой жизни, в какую жизнь вы идёте дальше? Вот это важный вопрос. А то, что мы умрём, да, также непреложный факт, как то, что мы родились с вами, я не помню. Каждый был в утробе матери когда-то из вас, каждый. И вы этого не помните, не осознаёте. безбрежная, безбрежная, конечно, вся эта вещь, и сознание, и то, о чём вы говорите. Я подумала, что наша зависимость друг от друга, она такая огромная, такая ценная, и она может, вот это взаимодействие человека с человеком, оно может и упить человека, и дать ему силы, и возвысить его. И, в общем, конечно, самое ценное и самое прекрасное, что есть в нашей жизни, это люди. И проводники, которых нам посчастливилось встретить на своём пути. Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич, за этот серьёзный, глубокий разговор. Мы про структуру личности человека сегодня только в самых общих чертах поговорили. Я даже думаю, что нет смысла нам там планировать, насколько занятие у нас будет эта тема, потому что это совсем не наша задача, не наш фокус. Нам надо потихонечку, потихонечку спокойно в этом во всём разбираться. Друзья, если у вас есть вопросы, а вопросов очень много, пишите, пожалуйста, в ваших комментариях, мы будем их все собирать, потом мы будем обязательно на них отвечать и сделаем такой специальный эфир, может быть, даже не один. Так что идём по этому пути вместе с вами. Александр Геннадьевич, низкий поклон. Ждём встречи через неделю. Спасибо. Всех с Новым годом ещё раз всем счастья. Удачи. Спасибо огромное. Ждём встречи с вами. Ждём встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok